Тверские волонтёры штаба «Помощь Донбассу» отправили на фронт очередной ценный многотонный груз. В нём традиционно коробки с тёплыми носками, связанными руками тверичанок, медикаментными наборами для облитья и продуктами. А ещё в этот раз на службу отправится умная техника и два автомобиля повышенной проходимости, которым, кстати, даже дали имена. Как назвали четырёхколёсных бойцов и какие задачи будут выполнять на фронте, расскажем в следующем сюжете. Эти два внедорожника в полной боевой готовности. Ждут команды, чтобы отправиться на фронт. Они приобретены на средства, собранные в рекордно короткие сроки участниками Тверского штаба «Помощь Донбассу». Это два полноприводных пикапа. УАЗ, которому дали имя «Зверобой» и Л-200, который мы назвали «Акула». Они в отличном техническом состоянии. У каждого есть по несколько комплектов резины. Л-200 был выкуплен примерно за 850 тысяч рублей. Буханка чуть меньше. Автомобили были полностью модернизированы и заточены тверскими умельцами для работы в полевых условиях. Ни для «Акулы», ни для «Зверобоя» теперь не страшно дорожно распутиться, свойственно южным регионам. В «УАЗе» стоят так называемые военные мосты, увеличивающие клиренс, специальная резина. Салон в алюминии так практичнее. А если сгрязнилось, то это все быстро-быстро-быстро помыть. «Зверобой» отправится на помощь нашим минометчикам. На таком пикапе удобно перевозить специальную технику. Л-200 уедет в другое подразделение. Кстати, у АЗа и Л-200 уже не первые автомобили, уехавшие на службу благодаря усилиям тверских волонтеров. Первый – это санитарная буханка «Маруся», у нее тоже есть имя. Она как раз работает в сводном батальоне прикрытия госграниц. И санитарный автобус «ПАЗ», мы его назвали «Танк». Там состоит специальное оборудование. И 18 носилок, и 18 раненых он может одновременно перевозить. Безусловно, такая техника облегчает работу санитарных служб. Кстати, имена четырехколесным бойцам выбирали участники штаба путем голосования. Помимо автомобилей на службу уедет еще и дорогостоящая умная техника. Также приобретенная за счет пожертвований членов волонтерского сообщества. Стоимость набора – около 400 тысяч рублей. В этот раз мы отправляем 10 тепловизоров, монокуляры с длинномерами и коптер с тепловизором. Несколько коптеров мы уже отправили. Это очень дорогостоящая техника. Также она была закуплена на средства, собранные членами-участниками нашего штаба. Такая посылка, безусловно, дополнит технический потенциал, который уже есть у наших подразделений. Кроме того, в составе груза и необходимые в быту вещи – теплые носки, печки, буржуйки, наборы для бритья, сладкое и многое другое. Тверской волонтерский штаб отправляет крупные грузы в среднем раз в две недели. В течение года на Донбасс отправлялись медицинская техника и мебель, теплые вещи, спальные мешки и многое другое. Средства, собранные штабом, пожертвованы жителей Тверской области и других регионов, в том числе и предпринимателей. Ведь своих не бросаем. Субтитры создавал DimaTorzok